Наш эфир продолжает очередная встреча с Леоном Вайнштейном и сегодня его собеседник Юрий Табах. Здравствуйте, господа. Добрый день. Прежде чем мы будем обсуждать актуальные темы, горячие темы сегодняшнего дня, я бы хотел сказать вот о чем. В прошлый раз мы говорили о петиции, которую Леон разработал, создал и отправили на веб-сайт Белого дома. И мы обратились к людям, чтобы они, так сказать, мы создали специальную такую иллюстрированную кнопку на нашем веб-сайте, и многие люди откликнулись, то есть кликнув на эту кнопку, люди сразу выходили на веб-сайт Белого дома. Но есть одна маленькая проблема, потому что я посмотрел, что количество людей, которые откликнулись, сообщили нам о том там в Фейсбуке, что да, мы сделали-сделали, оно не соответствует количеству тех людей, ну, росту числа подписавшихся. И я нашел причину. После того, как вы, я сейчас говорю для тех, кто сделал это и, может быть, не доделал, после того, как вы нажали кнопку, ну, заполнили все необходимые графы анкеты, нажали кнопку и решили, что вы уже как бы подписались. На самом деле нет. На самом деле вы получите в ответ письмо электронное из Белого дома, и вот в этом письме вы должны опять нажать на линк, и только тогда ваш голос будет засчитан. А у некоторых это письмо могло пойти просто в спам, и вы его даже не увидели, и про себя думаете, что вы подписались под петицию, а на самом деле вы сделали только половину дела, и до конца, так сказать, и поэтому ваш голос не был засчитан. Поэтому еще раз прошу вас, обратите на это внимание. Когда вы кликнули один раз... Берас, спасибо, Сергей, да, это ценная информация, потому что люди не проверяют, конечно, да. Я не знал, да, я не знал, да. Я просто сам прошел через эту процедуру и прочитал внимательно все, так сказать, дисклеймеры, которые там написаны. И понял, что вот это та ошибка, которая мне... Потому что я до этого подписывал некоторые петиции и тоже не обращал на это внимания. А оказалось вот так. То есть вы должны в ответ получить письмо, и в нем есть кнопка, линк, вот нажав на эту кнопку, вы как бы подтверждаете, что это вы, а не кто-то там за вас заполнил, какой-то левый имейл вставил, и, так сказать, только вот таким образом все это можно сделать. Так что обращайте на это внимание, и тогда ваш голос будет засчитан, и вы выполните свое дело, свой долг моральный, гражданский до конца. Ну, а теперь, наверное, поговорим о насущном. Ну, я еще добавить к этому, если я могу, пожалуйста, мне, например, напишите со своими рекомендациями, с критикой. Хотите написать свою птицу, напишите. А критиковать и давать советы, я понимаю, что мы все из страны советов. Ну, во-первых, у меня нет времени читать все ваши идеи, а во-вторых, извините, что уходите, что я сделал, пересылал это Леон, и говорил, Леон, каждый раз переписывай это, потому что это читает, что ты тут запятую должен поставить, или что ты должен так написать, или сяк. Хотите написать, возьмите сами и напишите. Если мы будем согласны с содержанием вашей петиции, мы обязательно ее поддержим. Нет, я, например, буду критиковать тоже. Поддержим, поддержим. Сережа, о чем хотелось бы вашим зрителям, вашим слушателям, зрителям узнать? Я думаю, что следует поговорить о том, что все ждали отчета о работе специального прокурора. У всех были разные надежды, у всех были разные ожидания. Ну вот, вышел, специальный прокурор закончил свою работу, написал отчет, а генеральный прокурор как бы суммировал и выдал на гора, что никакой конспирации не было, ни президент, ни его окружение с русскими, так сказать, в сговор не вступали с тем, чтобы украсть выбору американского народа. И по поводу abstraction of justice или противостояния, препятствия правосудию, тоже как бы не за что зацепиться особо. То есть есть, но тут каждый может трактовать по-своему. Не важно. Сережа, давай я возьму сначала, а потом перекинем. Это Юрия, хорошо? А у меня есть общие какие-то вещи, я уверен, что у Юрия есть какие-то более конкретные. Из общего. С моей точки зрения, Мюллер, так же как Коми в свое время, сделал совершенно не свою работу и сделал это из чисто политических соображений, так сказать, самолюбования, самограцевания. Значит, следователь не должен решать, человек прав или виноват. Он должен составить все факты. После этого эти факты расположить таким образом, чтобы они были понятны. И после этого подать начальству доклад с фактами и, может быть, со своим коротким каким-то выводом, рекомендацией. Вот это то, что он передает, совершенно не нужно показывать народу, потому что там есть много чего, что просто размышления, просто, так сказать, идеи каких-то других людей и тому подобное. Кроме того, там допросы, например, тех людей и разговоры с ними, с которыми обещали, что все это будет останется в тайне и поэтому они что-то такое рассказывают. Значит, Мюллер написал совершенно поразившую меня вещь. Он написал, что он не может решить, было ли превышение сокрытия желания президента, попытка сокрытия преступления. В то же время он говорит, что преступления не было. То есть, ребят, это как? Значит, когда не было преступления, чего скрывать? Вот меня интересует, как ты можешь превысить свои полномочия президентские, да, чтобы не дать возможности раскрыть преступления, которого не было? Это звучит абсолютной ахинеей. Но очень хорошо льет воду на, ну, хоть чуть-чуть возможность для демократов говорить, ага, он не мог решить, мы должны теперь все увидеть, все исходные документы будем решать сами, потому что решение Бара нас совершенно не интересует, он ставленник президента. Ну, мы могли знать, что они это будут говорить значительно раньше еще, до того, как все, да. Но последнее, что я хочу сказать, и потом с радостью передам микрофон, это то, что я чрезвычайно радовался, отсмотрев в этот день программы CNN, MSLBC, ABC и NBC. Значит, я специально включал одну за другой, потому что меня очень интересовало, что они нам начнут переть оттуда. Значит, должен сказать, что CNN единственная, кто повторила 4 раза за час, ну, там, минут за 40, что я их слушал, что да, они были неправы. Значит, потом, правда, они начали лить грязь тут же на президента, точно так же отлили раньше, но, по крайней мере, они сказали, что они неправы. Все остальные изворачивались, как ужины на сковородке. Значит, вместо того, чтобы сказать, мы извиняемся перед народом американским, даже не перед президентом, за то, что мы больше двух лет выливали на вас ушатой грязи, бездоказательной, представляли это как то, что 100% это есть, а на самом деле это не 100% есть, и даже не 50%, а агентства вообще не было, Брэннон Джон, который, выступая на NBC, вдруг сказал, что я вообще называл предателем президента, изменником Родины. Это, ребята, это человек, который, во-первых, сначала был коммунистом, потом стал Обама, его сделал прямо из коммунистов, сделал руководителем ЦРУ в Америке. Значит, человек, который говорит, ну, я, наверное, получал плохую информацию, поэтому я говорил, что он предатель Родины. Как ты можешь в эфире вообще, как ты можешь человека обвинять в том, что он убийца, если ты не знаешь 100% точно, что он на твоих глазах убил кого-то? Как ты можешь такое говорить? Вот они мне все напоминали таких отвратительных, маленьких, гнусных школьников, которые заигрались, обписались, обкакались, а сейчас не знают, что делать этим пальчиком, который вы штанов вынули, извиняюсь, в носу, круто. На этом я заканчивал. Мне это напоминает анекдот, когда на советском заводе собирают, значит, всех рабочих, потому что надо провести собрание, кто вот в туалете общественном, дерьмом, не цензуруют, там все ругаются, ты, Вася, ты, Вася, в общем, они там, каждый на другого богат, тут встает старый слесарь такой, значит, прораб, бригадир, Степан Васильевич и говорит, я знаю, все прикихли, седой, солидный, и кто? Он говорит, Абрам Исейчштейн из конструкторского бюро, ты что, Петрович, ты что вообще, больной что ли, тихонит очкарик, и он ходит ниже воды, ниже воды, с чего ты это взял? Он говорит, потому что он единственный, который после туалета моет руки, поэтому он такой, и все, доказано, что он пишет, иначе он руки бы не мыл, и тут получается, к примеру, такая же, я просто чудавшим слушателем, я тоже слушал, и я даже, ну, мы с тобой, я выступал по РТВА, еще раз я вступил в это, когда там говорит, там один, значит, левак из нашей общины говорит, то, что закончилось расследование, и нет доказательства, что Трамп не был шпионом и предателем Родины, это не значит, что он им не был, просто потому, что это не доказано, это не значит, что он, если не доказано, что он не убийца, это не значит, что он не убийца, если, я говорю, послушайте, это Америка вообще-то, надо доказать вину, что значит, что он не виновен, если это не доказано, а разве доказано, что вы не изнасиловали половину РТВА, это не доказано, это не значит, что вы это не сделали, теперь идите, доказывайте, что вы это не делали, что вы, ну, конечно, это абсурд полный, потому что, я хочу объяснить, может быть, некоторым нашим слушателям, не ясно, как вообще работает система, следователь, полицейский, он расследует, когда было какое-то совершено преступление, когда он расследовал, собрал все факты, собрал все допросы, все, все, все он собрал, он отдает это в прокуратуру, прокурор решает, что человек виновен, вот следователь собрал достаточно доказательств, что он виновен, теперь прокурор идет в суд, подается в суд, и прокурор пытается в суде доказать, что этот человек виновен чему-то, и тогда судья уже решает, виновен или не виновен, или присяжный, в Америке присяжный решает, а потом судья выносит приговор. У нас произошло расследование Трампа, виновен, потому что он подозревался в предательстве Родине, в то, что он был завербован Путина, что он работал в Залевар и так далее. Следователь ничего не нашел, следовал, следовал, допрашивал, допрашивал, следовал, допрашивал, ничего не нашел, передает в прокурору свое дело, которое он расследовал. Прокурор смотрит и говорит, нету, тут нету состава криминала, ничего не найдено, ни одной вещи. И он говорит, все, дело закрыто. Поэтому все остальное никакого отношения ни к чему не имеет. То, что наши младшие братья-демократы кричат, что надо смотреть, если вы хотите смотреть и расследовать, то зачем нам прокуратура, зачем нам генпрокурор? В чем заключается его работа тогда? А он поставлен Трампом, ну и что? Он прокурор. Следователь комиссии, которая расследовала это, она не была поставлена Трампом, она была не за Трампа, они наоборот искали, чтобы найти что-то на него, каким способом. То же самое, когда говорят, мы хотим посмотреть на его налоги, пусть откроют налоги. Что вот вы, господа, понимаете в налогах? У Трампа армия, которая работает, этих бухгалтеров и всех остальных, которые делают его налоги. У нас есть АРС, которая проверяет эти налоги. Если они что-нибудь найдут, они вам об этом сообщат. У него подойдут в суд, он должен будет штрафы платить, но на него ничего, АРС не нашло. Я уверяю, что аудит проходит. Что вы там будете искать? Конечно, если вам откроют, вы что-то, а вот не тут, не запятая стоит, не там, здесь вот это надо было. Вот так, каждый может критиковать. И опять же, это будет только отвлекать человека. Если вы считаете, что вам надо смотреть на его налоги, тогда зачем нам АРС? Проверяйте у всех налоги. Если вы все такие знатоки в налоговой. Я больше вам рекомендую. Когда вы пойдете к врачу, и врач возьмет у вас анализы на рак, на опухоль в мозгу, на весеннее воспаление мозга, психики, он у вас возьмет все эти анализы, вы у него не спрашиваете результата. Не нужно вам его мнение. Вы возьмите все эти анализы и сами решите. Или идите в комплекс. Больны вы на голову или нет. Вас мучает геморрой или мозговое воспаление весеннее. И все. Зачем нам все эти люди нужны, которые знают и которым мы доверяем, которых мы выбрали? Вам не нравится это? В следующий раз не голосуйте за Трампа. Голосуйте за другого кандидата. Ну раз уж американский народ его выбрал, то система должна работать. Вы не можете до бесконечности ее раскачивать. И так уже перегнули палку. Далее. Все, что происходит, надо учитывать, что есть человеческие факты. Рано или поздно придет демократический президент. Лучше, конечно, поздно. Но он придет. Вы же понимаете, что будет то же самое сделано, проделано с ним. Только теперь с республиканской стороны. Вы не сможете аргументировать, что это нечестно, что это неправильно, что это травля, что это потому, что мы всегда сможем вам сказать. Ага, а вы что делали? Поэтому никому хорошему это не придет. Сейчас время, надо успокоиться и решать. Дальше еще одну вещь я скажу, и я передам тебе лет. Вообще-то нормальные люди сегодня, все нормальные люди должны радоваться. Радоваться, что президент у нас не криминал, что он не шпион, что он не работал на Путина, что он не антисемит, не насильник и все остальное, в чем его обвиняли. Что у нас президент хороший мужик, который старается работать. Не идеально, вообще не идеально. Но правильные вещи делать. Ничего он такого серьезного, ни человеческого не сделал. Родину он не предал. Давайте радоваться все. А у нас не могут все радоваться. У нас половина страны плачет. Оказывается, мы не можем сделать импичмент. Оказывается, мы не можем развалить страну. Такое впечатление, что у нас есть такие люди, которым, если мы сейчас дадим атомную бомбу, они взорвут ее. Просто, чтобы избавиться от Трампа, раз уже таким, больше нет никаким способом от него избавиться, будем избавляться таким образом. Мы просто взорвем весь мир. Я не знаю, есть лекарства от этого или нет. Добавлю буквально два слова. Леон, по поводу вашего относительно Брэдена, который сказал, что он получал, очевидно, некачественную информацию по этому. На самом деле, как становится ясным, Брэннон стоял в самом центре этого заговора. Это именно он толкал это досье по разным каналам, пытаясь придать ему некую легитимность. И подождите, еще не зря же он буквально после того, как объявили результаты расследования этого, он встречался с демократическим кокосом в Вашингтоне, побежал туда. Как только, вернее, как только Рэнд Пол обвинил его в том, что он... Да, у него поправку. Да, я могу рассказать потом об этой поправке. Это интересно. Это первое. Второе. С Волвелл есть такой конгрессмен. Ну, человек... На его лицо смотришь, и понятно, что у человека что-то не в порядке с мозгами. Ну, абсолютно. И он... В основном у всех конгрессменов. Нормальный человек в политику не полезет. Так вот, после того, как уже вышел доклад, когда вышло письмо генерального прокурора, он вышел на Факс Ньюс Марта Макалом и говорит, да, президент Трамп предатель, он действует в интересах России, а не в интересах Америки. Человек явно больной. Ну, просто явно больной. И то же самое происходит, так сказать, на всех каналах. Это происходит в другом и везде. Извините, закончил. Единственное положительное, так сказать, что произошло, это рейтинги всех этих, так называемых, новостных каналов просто обвалились сходу после того, как вышли результаты расследования. И это радует. Самый серьезный обвал в СНН 50%. Такого история телевидения еще не знает. Были 10-15%, а за день 50% такого никто не знает. То есть, из тех 20 человек, которые смотрели СНН в Америке, 10 перестали смотреть. Ну, оно не 20, конечно. Но самое мерзкое. Они существуют 40 лет. Они первое, самая большая, что называется, Великая империя. У них то, что называется, вот если 24 часа взять все количество людей, которые смотрели, поделить на часы, то у них было 750 тысяч человек, которые каждую минуту смотрели в этот телевизор. Сейчас, на следующий день, после того, как выяснилось, что они лгали, осталось 375 тысяч. То есть, такого у них не было, я думаю, уже лет 30 из этих 40, а может и 35 из которых... Да, они все равно продолжали. Я на следующий же день видел, как они продолжали. Выставили какого-то журналиста, писателя еврея, который уже гнал Трампа за Израилем, что там такое. Что у нас происходит здесь? Я оказался, может быть, даже участвовал. Оказывается, я не верил. Здесь всегда, знаю, заговоры в Украине, в России. Ну, в таком районе я нахожусь, где заговоры, конспирации, конспирология. Что посол Соединенных Штатов Америки все время говорил нехорошие вещи про президента Трампа. Я, выступая здесь по телевидению, везде говорю, но этого быть не может, потому что это офицер, который давал клятву, присягу, так, как и я. Я, допустим, не любил Обаму. Ну, когда он меня награждал, я благодарил его. Я, может быть, его не любил как личность, но как президент, институт президента, я имел очень уважение к этому. Когда тут Обаму хаяли где-нибудь за границей, я говорил, пожалуйста, не применение моего президента. Это мой президент, хотя я его сильно недолюбливал, президент Обам, и с ним был не согласен. Но как институт президента я обязан был защищать, и я защищал это из-за чести и присяги, которые я давал. Поэтому, я говорил, не может американский посол хаять президента. Это американский президент в этой стране. Мне потом говорили, я никак что-то не хотел в это верить. Теперь недавно генпрокурор Луценко несколько дней тому назад объявил, что наш посол передала ему еще давно список людей, которых нельзя трогать. Я говорю, как такое может быть? Как иностранный посол может говорить в стране генералному прокурору, кого он может расследовать, кого нет, кого арестовывать, кого нет. Вот так вот он объявил. Я сказал, покажите бумагу, где ее подпись, где там заглавок Госдепа. Но теперь узнается, что оказывается, здесь есть организация, негосударственная организация в борьбе с коррупцией. Раз она называет себя борьбой с коррупцией, то, конечно, она не коррумпирована. Как, например, антифашисты, значит, они не фашисты, они против фашистов. И дальше разбираться нам не надо ни в чем. Все, уже все понятно. Раз антифа, значит, антифашисты. Эта организация была спонсирована, как вы думаете, кем? Господином Соросом. И господином Соросом эта организация. Наша посол получила через нее сведения о метафорке, и вот так вот был слит мерафорт. Как раз в очень критический момент для президента Трампа. Эта посолиха наша была поставлена сюда Обамой, и она продолжала говорить здесь, что с Трампом, потому что украинцы, это понятно, их убедила российская машина Кремля, как и наши СМИ, как и полнашей страны, и всех остальных, что Трамп будет работать на Путина. Ну и, конечно, украинцы не хотят, но боятся этого, потому что он их завоевывает, он с войной пришел в Украину. Поэтому они были все очень против Трампа, и ездили, и лоббировали, и вот это было такое вмешательство в наши выборы. Сын Байдена сидит здесь на борде директоров, на совет директоров, на самой крупной газовой и нефтяной компании. Что он в этом понимает, никому не понятно, но получает он обалденные деньги. Это было сделано для того, чтобы тут люди думали, что если они будут ближе к американской власти, то будет все нормально. Теперь через эта же компания, эта же организация, которая занимается борьбой с коррупцией, как бы в Украине, получала также деньги от американского USAID, от американского посольства. Значит, теперь у нас негосударственная компания получает деньги от американского государства и от господина Сороса. И господин Луценко, генеральный прокурор, начал расследование коррупции в этой нефтяной компании, и почему сын вице-президента там работает. Что он знает, и за что он получает такие огромные деньги. Сразу же пришли с этой компанией на эту, на Луценко был наезд, что он, мол, занимается коррупцией, всем остальным, и наш посол через эту некоррупционную, негосударственную компанию передает, что вот его трогать нельзя. И сейчас происходит такое, что я не могу понять. Если она офицер, если она человек чести, посол, она должна подать в отставку. Вообще-то, когда приходит новая команда, новый президент, все министры, все секретари, все замминистры у нас, все послы подают в отставку, и приходит новая команда. Иногда... И вообще она не имела это право, но она до сих пор продолжает вести вот эту риторику антитрамповскую. Представляете, насколько коррумпированный, насколько... Ну, я понимаю, что у нас в Груздепе много левых, там много... демократически настроенных к демократической партии больше. Многие не любят там Трампа. Но все равно служба есть служба, ты не можешь так себя вести. Более того, агент ФБР, который расследовал это и имел связь с СБУ украинским из американского посольства, ушел в отставку, ушла в отставку девушка, и стала сидеть тоже на борде директоров на вот этой вот антикоррупционной негосударственной кампании. Вот там такой салат вот этих конфликтов, интересов, и такая коррупция, и такой антитрампизм идет, что любой ценой Трампа надо убрать. Даже на среднем уровне. Не на высшем уровне, а на среднем уровне. И я не понимаю, как до сих пор этот посол находится здесь. А к чему я это говорю? К тому, что я это не верил. Я защищал ее. Я то и все делал. Но у меня есть очень специальное отношение с морскими пехотинцами. Морские пехотинцы, все равно, как мои дети. Я всегда с ними, как со своими детьми, я всегда переживаю. Когда погибает наш морской пехотинец, или ранило его. Для меня это огромная трагедия. И это знали во всех посольствах. Во всех посольствах морские пехотинцы имели со мной специальное отношение, я имел с ними специальное отношение, это у меня еще идет с детства. У меня были отличные отношения здесь с морскими пехотинцами здесь в посольстве в Украине и со всеми военными. Военными отношениями и разными другими военными, которые служили здесь в посольстве. Ну, я, во-первых, многих знал из своей предыдущей жизни. И морские пехотинцы приглашают меня. Раз в году идет морской бал морской пехоты. И вот в посольстве. И морские пехотинцы приглашают меня и моего президента, моей компании быть почетными гостями на этом бале. Это очень важно. Мой президент моей компании, он бывший морской пехотинец, у него пурпульное сердце, он был ранен во Вьетнаме, у него бронзовая звезда, и он должен был быть там гесс-спикер, как по-русски я не знаю сказать, гесс-спикер, выступающий. Речь произносить. Да. И после этого, когда уже нас... И это было огромное, тут везде это разговаривали. Я выступаю на нескольких телевизионных станциях, защищая Трампа, что на него идет с ним охота на ведьмы, что вот это неправда и то неправда, и я отбиваюсь от всех нападков на Трамп. Меня называют предателем, американцы, или те, которые себя называют американцами, которые здесь тоже живут и выдают себя за журналистов американских, за что угодно. Они на меня налетают, говорят, что я предатель, что я работаю на русском. Я говорю, ребят, как вы можете такое говорить даже человек, как я? Я всю жизнь прослужил Америке. Мои дети служат и воюют за Америку. Ты предатель, ты работаешь на русских, ты изменник, ты то, ты раз, ты за Трампа, и вот я защищаюсь за Трампа. И когда несколько таких передач пришло, мне пришло сообщение, что мы больше не приглашены в посольство Соединенных Штатов Америки. Не я, не мой президент, и я не мог понять, за что и почему. Я даже не сложил эти две вещи вместе, но когда сейчас Луценко, генпрокурор Украины вышел с таким заявлением, что посол вмешивается во внутренние дела Украины, я сложил все это вместе. Оказывается, я теперь персона, я и мой президент, мой персона на отградом американском посольстве только потому, что я выступал за, или даже не выступал, а просто защищал своего президента, защищал своего главнокомандующего. И это мне сделал такой же офицер, который давал такую же присягу, как и я, из Госдепа. Неприятное чувство. К сожалению, в Госдепе еще много осталось леваков, наследников, так сказать, сторонников левой идеологии, сторонников предыдущей администрации, там еще копать, докопать, вычищать, да вычищать эти обгибы конюшек. Я тебе скажу, что там всегда было очень левое настроение, всегда, насколько я помню, когда я в Госдепе при Регине, там всегда были левые настроения. Эти люди просто, как и профессора в университетах, не все, конечно, но очень большое количество этих людей, они интеллектуально развиты, они ездят по всему миру, они знают, они левонастроенные, да, они видят во всех людях, понимают, и тех, и этих, они дипломаты, и решения быстро принимать не надо, и со всеми надо дружить, и всех надо любить, и бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Там всегда были левонастроенные, но с приходом, конечно, Обамы, там, конечно, началась травля на республиканских. Люди боятся даже говорить, слушай, мой сын, он работает в интертейнинге, и он боится на работе, говорит, что он за Трампа, потому что его уволят просто, работают, его там просто сгнобят. Печально. Мы продолжим буквально через несколько минут никуда не уходить. Субтитры создавал DimaTorzok